МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо о компании Гомель, студии працу и Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Земля праца, дороги, кредиты. Знадеян на выращение своих проблем до помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Гомельской области Юрия Шулейки, сегодня звернулись десятки человек. История у девять десяти годов. Гомсельмаш сегодня означает юбилей. Исти по житей на вобмоток. Як и кто в уши с невидуших детей музыцы и шрифту Брайля, доведались наши корреспонденты. А зараз об этом иншим больше подробно. Про целоткование, жилевое кредитование, суседские спрэчки. Сегодня помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, провел правую телефонную линию. За три годины на ее дозвонилося свыше 30 человек. Пытания от уластных до огульных тышились из самых разных сфер. Гомельчанка поскарделася, что аптейцы ее и продали пустую упаковку без леков. И она высветлила это только на завтра. Жихарка от Сираховки покуты от дренной дороги по башдомам. На ее скарги недавно отгукнулись отказные службы, але, по словам Жанчины, работу выполнили не в полном объеме. Земельная спрэчка помеж двума гомельчанками не дает покой ни им, ни службам. Жанчины нияк не могут домовиться, обмяжи помеж участками. С Петрикова поступила просьба допомогти у праца в лотковании. Мужчина был звольненный за инициованного им конфликту и зараз не может найти працу по специальности. Былая работница банка, которую скоротили за оптимизацией, просить оформить ее и дотерминовую пенсию, альбо вернуть на працу. Телефоновали и шмодетные семьи. Их пытания тышились о льготного кредитования. По обыдавнейшей тематике был зворот с Брагина. Недобросумленный подрядчик, не выполняя свои договорные обвязальницы. Каб лепше разобраться о проблемах людей, Даша Рогожихарова региона разом со специалистами, Юрий Шулейко выйдет особисто. Остатные пытания так само не застанутся без уваги. В процессе приема я себе распределяю, куда я должен выехать, какие есть проблемы. Мы отдельно потом персонально работаем с заявителем, изучаем этот вопрос и пытаемся в конечном ответе, чтобы тот, кто дозвонился на прямую линию через непрямо во время приема личного или даже телефонного разговора получил ответ, удается и так дать ответ или разъяснение. Но в большинстве случаев это работа не одного дня для того, чтобы заявитель получил свой ответ. По словах Юрия Шулейки, промыть телефонной линии больше выниковой, чем особистые приемы. Справа в том, что количество людей, которые могут задать свои пытания по телефоне, в разы больше. Это значит, что жахарам региона худшие окажут допомогу в решении их проблем. От села сарезок, бульба сортировок и льномолотилок до первого в свете комбайна на газомоторном палеве. Акционерное товариство «Гомсельмаш» сегодня означает 90-годовый юбилей. Предприемство, якое называют «набытком белорусского народа», подводит выники и сустракая гостей. Коллектив и ветеранов предприемства повиншовал президент краины Александр Лукашенко. Дякуюши разуму и таленту многих поколений машинобудовников «Гомсельмаш» перетворился у соправданного гиганта, який задает тренды не только на Айчинном, а и на Сусветном рынку. Упевнены, что в дальнейшем предприемство будет визитная картка Беларуси, и ваш дружный коллектив протягнет активно поширать модельные радтехники и находить новых партнеров. У гэты святошный день жадаю вам профессийных поспехов, а вашим родным и близким моцного здоровья, счастья и добробыту, говорится в Веншаванне. Святошные мероприемства наведали наши корреспонденты. Новые гомсельмашевские комбайны в центре города и веселая музыка в оркестровом выполнении, присвеченные 90-годию предприемства «Ура-Шистий Сход» проходят в Палаце культуры шагуничников. Тут и залы умешательные, и фойе великое. В оселеке, випадку, тут можно и фотозону створить, и презентацию книги, выдаденную специально для юбилея провести. Плюс организовать выставу с больше 200 спортивных узнагород, которые «Гомсельмаш» отримал за последние 10-ти годы. Хоть вядома гонорация в акционерном товаристве не только с портунными досягнениями. В утворшем плане так само ешь шим похвалиться. Сейчас конвейер работает с колес, техника востребована, и на сегодняшний день расписан уже весь пакет заказов до Нового года. Сяруч-шматлики гостей и керовники компаний-партнеров. Сегодня «Гомсельмаш» ожитивляют поставки продукции в Казахстан, Армению, Молдову, Таджикистан и Зимбабве. Алибадай – самый значный споживец белорусской сельско-господаршей техники Российская Федерация. В 2019 году, конкретно в августе 2019 года мы заключили договор о сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и компанией АО «Росагролизинг». И, в принципе, с этого момента начались поставки комбайнов «Гомсельмаш» в Российскую Федерацию. За это время поставлено более 100 комбайнов. И я хочу сказать, что данная продукция востребована сельхозтоваропроизводителем Российской Федерации. Мы сейчас как раз наметили планы на 2021 год, планируем утроить объем поставок. Свою историю «Гомсельмаш» отличилась с 1930 года, когда первую продукцию дал литейный цех. Хоть в уголе проект будовництва в Гомеле завода по выпуску сельско-господаршей техники был затвержден еще в 1928-м. Тогда же сюда начали приезжать первые будовники. В наступном году отбылся митинг, присвечены закладцы первого камня у подморок сборочного цеха. Сегодня шмат, кто с працевников предприемства, может сказать, что «Гомсельмаш» – это их життё. Я фактически всю жизнь отдал этому заводу. Тогда еще «Гомсельмаш» отмечал только 50 лет «Гомсельмаш», сейчас уже 90. Вот так прошла моя жизнь здесь, на заводе. На одном месте я уже 40 лет. Я хочу поздравить всех с этим большим для нас праздником, пожелать всем здоровья, успеха в работе, благосостояния, чтобы не было забастовок, чтобы все трудились, у всех была работа и достойная зарплата. Дягучи разуму и таленту машинобудовников, сегодня «Гомсельмаш» угоходится в пятерку сусветных лидеров по вытворчасти сельско-гаспадаши и техники. В 2018-м тут почался выпуск первого в свете комбайна на газомоторном палеве. Летость освоили вытворчасть косилок для уборки рысу. Все лето провели приемочное выпробование комбайна нового класса, призначенного для фермерских господарок, а так само аграры у широк Украин, Азии и Африки, которые працуют на невеликих палетках. Безусловно, новая техника будет производиться. На сегодняшний день мы показывали на агросалоне новую машину 3321 с двигателем Stage 0 производства компании Cummins. На сегодняшний день мы выпустили сегодня в поля экспериментальный образец новой модели КВК-800. Она оснащена дополнительными опциями, системой пожаротушения, улучшенный интерьер кабины, полный привод, складная жадка. Эта модель полностью соответствует всем европейским нормам, всем европейским критериям. И она более чем конкурентна не только на рынках России, Казахстана, Украины, а в том числе и в Европе. Сегодня Управление по праце занятостей социальной обороны Гомельского Гарвыганкама организовало городский день оховой працы. Потяжение отбылось на базе предприемства Гомель-Водоканал. Мы это с устраившей обмерковать питания оховой працы, проанализовать статистику по вытворшим травматизме и неосчастных выпадках на предприемствах и организациях. Сяруту дельников, представники прокуратуры Гомеля, профсоюзов, управление Департамента державной инспекции працы. На протягу 2020 года в Гомеле не было зафиксовано неосчастных выпадков, цитраумов на вытворшисти в вынику алкогольного опьянения работника. С 14 выпадков с тяжким заходом только в шатерох установлена бина на эмальника. Задача процедавцев – узмаснение дисциплины. Все-таки 5 человек погибли на производство, а в прошлом году на эту дату было 3 человека. Поэтому и здесь мы усиленно должны проработать, рассказать, выяснить все нюансы, на что нужно, необходимо обратить на оставшийся период времени. По выниках минулого года Гомеля водоканал занял первое место у огляде конкурса по стане оховой працы, сирот предприемства и организации города. Свои заслуженные узнагороды так само отрымали и другие удельники с поборництва. Дякую медикам. Серая флешмоба под такой назвой сегодня прошла в Гомеле, один из них, на территории областной клиничной больницы. Удельники флешмоба собрались на дворовой территории, и они выстроились в одинную шеренгу и питались у процонников медустановой, которые разместились на супрот. Для них подрихтовали специальную выставу, а так само некольки музыкальных подарунков. Подобные флешмобы могли матьяши раз, выказать теплые слова подяки людям, какие что дня у литеральным сенси на передовой. И не глядяши на обставины, прокладаясь максимум намагания у боротьбе за наше житие и здоровье. Особенно сейчас, в это нелегкое время, когда работа каждого медика особенно важна, и цена для каждого белоруса, мы решили сказать спасибо. Нас поддержали все учреждения образования советского района города Гомеля. Мы здесь собрались, чтобы сказать всем медикам огромное спасибо. Супротсовники и выхоланцы центра подрымливали медиков с початку пандемии COVID-19. В ближайших планах еще некольки флешмобыл. Калитва и вот же это руки, а в учице доводится на вобмацах. Это репортаж о педагогах, для каких в учебный шлях в прямом сенсе, рука об руку со своими неведущими вушнями, складанные, а лестворачивающие новые машинности для обо двух боков. Дети, которые живут в тембре, начинаются раскрываться и светиться внутрь, а наставники становятся для их соправданными проводниками в Великий Свет. С наставниками и вушнями сустрелась Марина Северьянова. Ягору на днях вспомнилось восемь. Хлопчик ничего не видит, только разумеет, кали навокол светло, кали темно. И он молодший из двоих детей у семьи Сыропаровых. У старшего сына со зрением все в парадку. А Ягору народился ранее термину, от этого и проблемы с врачимом. С народжением до года хлопчик перенес четыре операции, а лекарствия от них было мало. Навокольный свет для Ягора так и застався в тембре. До школы его водили в специализованный сад номер 27, а отримливать среднюю эдукацию таких детей накируют у Василевицкую школу-интернат для детей с порушениями зроку. А Ягору пошансовала. У 32-й Гомельской школе працует один и у городе тыфлопедагог, яка вучит неведущих у неспециализованной установе эдукации. Ему нравится, он общается с детьми класса, участвует в различных внутришкольных мероприятиях. Развивается как полноценные, нормальные дети. А зараз мы зазернем у колледж-мастатства у Мясоколовского. Тут вучится Георгий Бридсько. Мы познайомились с ним еще два года тому. Тогда юнак только-только приехал из Мазыряка, вучиться музыке. И это было с правильным подвигом для его. Справа в том, что Георгий – неведущий. И он тут один таки. Один, но не одинокий. У Сергея Соловьева, выкладчика колледжа мастатства, такого опыта учить неведущих не было. Да и в практице у всей установы это только другие такие выпадки. Но педагог взялся. Спочатку было складано. Доводилось связываться с иншими научными установами. В фильме «Допомог» российский центр науки и культуры в Гомеле. Зараз Георгий спостигает веды, а маль, как у всем. Он у нас всегда сдает в сроки наравне со всеми. Он у нас сдает по требованиям. Понятно, что требования предъявляются индивидуально каждому ученику в зависимости от его возможностей и тому подобное. Конечно, у него, допустим, программа не такая, как играют, допустим, дети более сильные. Но для него даже поднять эту программу это подвиг, потому что для него любое произведение это тот учащийся, которому не дашь вот ноты, ты скажешь, иди разбирай. То есть с ним нужно это все высидеть, объяснить, научить, показать. У 32-й школе и колледжем мастерства Мясоколовского детейки потребуют особного подохода одинки. А в областном центре коррекционно развивающего навучения и реабилитации все такие. ДЦП в тем лику с порушениями сроку аутизм тяжкая интеллектуальная недостатковость. Под адвокацийной и выховавшей опекой установы свыше 110 детей. Борщик полова с тяжкими аутистичными порушениями. Ранее многим приходилось учиться дома. Дякую учить центру батьки могут працовать, а дети учиться. Подробный репортаж глядите у недельной программе «Новины тыдня» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». У ГДУ Мяфранциска Скарин открылась экспозиция специализованной литературы для студентов экономического факультета. Идея и створение належит выкладчику университета Валерию Сялицкому. По выходу на пенсию у каждого педагога застается шмат выданий по его дисциплине. И эти книги будут больше корисными, коли застанутся в университете ими смогут користаться студенты. Там у одной из аудиторий факультета заявились шафы с литературой по темах экономики и менеджменту на русской и английской мовах. Выкладчики хотят, чтобы эта экспозиция стала полновартостной мини-библиотекой. Молодые люди смогут оформлять абонемент на книги на кафедры. Настоящий студент, а у нас таких очень много, кстати, на факультете очень много умных детей, которые с отличием заканчивают университет, пишут диссертации магистрские, а потом идут в науку отличники в основном. Поэтому они пользуются серьезной литературой. Прекрасно каждый знает. В интернете очень много шума. И традиционно серьезные исследователи всегда пользуются серьезной литературой. Формировать экспозицию допомогала областная библиотека имя Ленина. Подарить больше книг для студентов могут все, ожидающие, например, выпускники. Нагадаем, ранее припатрымцы Валеры Асялицкого на кафедре финансов и кредиту экономичного факультета открыли музей грошей. Третий працонный семестр завершенный. Сегодня Гомельская городская организация БРСМ Гомельский Палацово парковый ансамбль. И они пропоновали студотрадам самые разные виды работ. Лично наш тут занимался укладкой бортового камня, плиткой, делали основание под автомобильной дороги. Гордость берет за университет и за то, что мы как мы работали. Бойцы Гомельских студотрадов працевали на знаковых объектах города и краины в Тымлику на будовне атомной электростанции у Астровцы. Гомельские студенты так само стали удельниками международного вытворчого працонного проекта Атлант 2020. Эта иншая новинная информация о проектах Толярадо компании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Анна Караичева, В Гомеле минувшей ночью мотоциклист сбил пенсионерку. Женщина погибла на месте. Колонна мототранспорта двигалась по Реческому проспекту. В дороге 28-летний водитель Сузуки, возглавлявший колонну, наехал на 68-летнюю гомельчанку, которая переходила дорогу вблизи пешеходного перехода. По предварительной информации, 37-летний водитель мотоцикла Ямаха, который двигался вторым в колонне мототехники, не справился с управлением, упал и продолжил неуправляемое скольжение по проезжей части. Следующий за ним 29-летний водитель Хонды совершил резкое торможение. В него въехал 31-летний водитель Кавасаки, который двигался следом без соблюдения дистанции. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход погибла. Водитель мотоцикла Сузуки и его девушка пассажир получили телесные повреждения, с которыми были доставлены на Гомельскую областную клиническую больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи мужчина был госпитализирован, девушка была отпущена домой. Также пострадал водитель мотоцикла Кавасаки, он был также доставлен в больницу, после оказания необходимой медицинской помощи был отпущен домой. В Лельческом районе нашли мужчину, который потерялся в лесу. Мужчина 1965 года рождения ушел за грибами утром 11 октября и заблудился. В поисках участвовали лесники, сотрудники милиции и МЧС. Пострадавшего нашли спустя три дня при помощи сигнально-звукового громкоговорящего устройства. Его состояние удовлетворительное, он находится дома. В Жлобине на двух рынках взломали 24 торговых объекта. В милицию о кражах сообщили продавцы и индивидуальные предприниматели с мини-рынков Солнечный и Династия Эстейт. Неизвестные похитили конфеты, одежду и некрупные суммы денег. Злоумышленников задержали на следующий день после кражи. Ими оказались 20-летний каменщик из Рогачева и его 19-летний напарник, учащийся Рогачевского колледжа. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. Суд Калинковичского района начал рассмотрение уголовного дела об убийстве 46-летнего местного жителя. Напомним, трагедия произошла в апреле этого года на участке автодороги Калинковича Брагин Камарин. Встретились двое незнакомых мужчин, разговорились и свернули в лес, чтобы выпить за знакомство. В ходе распития спиртного между 19-летним юношей и 46-летним мужчиной случился конфликт, который закончился убийством. После неудачной попытки поджечь тело парень спрятал его под ветки, забрав личные вещи погибшего. Паспорт убитого он порвал и выбросил по пути. Вина 19-летнего жителя Хоникского района доказано, он сознался в содеянном. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Анна Крайчук, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Разбойники капитулировали. Мужской гонбольный Гомель одержал седьмую победу в чемпионате Беларуси. Команда Андрея Мочилова на домашнем паркете встречалась с Могилевским Машекой. Хозяева к перерыву оформили комфортный для себя отрыв 8 мячей. Во втором тайме гости смогли вдвое сократить свое отставание, но не более. 34-30 победа Гомеля. У хозяев самый результативный Эдуард Ярош 9 голов. Гомельчане имеют в активе 7 побед при одном поражении и возглавляют турнирную таблицу. Мешков Брест идущий пока без поражений на втором месте при шести проведенных поединках. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису на домашних кортах провела две матчевые встречи в рамках республиканского командного турнира «Золотая ракетка». Первыми соперниками в домашней серии стали воспитанники Могилевского городского физкультурно-спортивного клуба «Ан Победу» со счетом 4-2 праздновали гости. Реабилитировались гомельчане во встрече с командой детской юношеской спортивной школы города Березы. Сопернику хозяева не отдали ни одного поединка победа 6-0. Следующий соперник воспитанников в ГОЦОР по теннису на втором отборочном этапе турнира «Золотая ракетка» столичный из Дюшор по теннису. Встреча пройдет в Минске 27 октября. Более сотни спортсменов в возрасте 16 лет и моложе приняли участие в областной спартакеаде детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе. В турнире юношей победу одержала команда «Динамовская из Дюшор номер один из областного центра». Далее в итоговом протоколе расположилась сборная кармянской Дю США. Замкнули тройку сильнейших воспитанники Гомельской из Дюшор профсоюзов по борьбе. Но девушек на пьедестале только гомельские спортшколы. Победилась Дюшор вагоностроительного завода на второй позиции команда из Дюшор СОЖ на третьем Дю США номер пять. Республиканская спартакеада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе в этой возрастной категории пройдет на следующей неделе в Гомеле. В Гомельской области проходят соревнования среди детей и подростков по футболу кожаный мяч. Участники турнира разделены на две возрастные группы младшую и старшую. За награды борются дети и подростки 2006-2009 годов рождения, которые не занимаются в специализированных спортивных школах. Сейчас определяются лучшие команды в Жлобине, Хойниках и Житковичах. Победители на зональных этапах получат путевку на областной финал, который пройдет в Гомеле на следующей неделе. У нас будет в финальном этапе участвовать 8 команд, две группы по 4 команды. У нас 4 будет финальных этапа. Это получается у нас команды девочек отдельно играют, команды младшей группы мальчиков, старшей и средней соответственно. Республиканский планируется в ноябре месяце в городе Минске, тоже в футбольном манеже. Проведем финал и уже затем проведем финал в Минске. Мальчики и девочки на этом турнире выступают отдельно, но в этом году в составе одной из мужских команд играет гомельчанка Алена Рябченко. Девушка любит футбол и берет пример с мамой, которой им раньше занималась. Два года подряд она участвовала в проекте Белорусской Федерации Футбола Лига девочек ВАУ-футбол. Много команд идет от Гомельской области. Играем давно, года два играли. Так, нормально, четвертое, третье место стабильно занимали. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин.